Дорог в Бишкеке Дорог в Бишкеке Дорог в Бишкеке Дорог в Бишкеке Мэрия выделила 33 миллиона 180 тысяч сомов предприятию Бишкек-Асфальтсервис и обещала достроить дорогу к 2019 году. Но муниципальное предприятие до сегодняшнего дня отчиталось лишь по 13 миллионам 130 тысячам сомов. Где остальные 20 миллионов 50 тысяч сомов неизвестно. А вот смотрите, 19-й год, 15-е марта. Ответ от Бишкек-Асфальтсервиса. Капитальный ремонт от улицы Волковой до Мясороша, от Мясороша до Кустанайска, будет закончен в 2019 году. Это Амантуров пишет? Это пишет Амантуров. Его телефоны 37, это его людей телефоны, потому что у меня были они. Может быть не этот, но был. И от Горки Неша, от нашего, тоже ответ. А дороги как? Вот снимите, пожалуйста, она уже закончена. Видите? В 2019 году. Да, а мы, оказывается, не знаем, что у нас сделано. Понимаете, в чем, ребят, дело? Замечательно. Но они нигде не пишут, что деньги выделены. На 13 миллионов 130 тысяч сомов из всей суммы Бишкек-Асфальтсервис проложил асфальт на разных участках улицы Волковой. Например, участок от улицы Мясороша до улицы Кайназаровой доделан, а участок до улицы Патрис-Алумумбы оставили как есть. С этой же улицы до пресечения Сыдыгалиева асфальт имеется, а далее до улицы Кустанайской вместо нового асфальта старая пыль. Из чего исходили дорожники при выборочном асфальтировании этой улицы, непонятно. Ирсалиев сказал, что когда деньги вернут, тогда будем делать, когда он был вице-мэром. Мы разберемся. И потом он ушел Акимом Первомайского. Вашим Акимом? Да, нашим Акимом. Я не боюсь это на камеру говорить. Для них это нормально, наверное, для нас нет. Нам нужен результат. А не вот их отписки вот эти вот. Вот знаете, уже печку можно топить, сколько у меня еще писем. Причем во всей организации. В нашем распоряжении оказался список дорог, на которые выделены деньги вперед с 2017 по 2020 годы. Но так и недоделанных или вовсе забытых. Их более 70. Мы не будем рассказывать о каждой. А заострим внимание на 4-5. На их примере расскажем, на что потрачен почти миллиард сомов. В 2017 году мэрия Бишкека выделила 191 миллион 522 тысячи для реконструкции 11 улиц. Подрядчик в виде Бишкек-асфальтсервиса отчитался, куда потрачены 170 миллионов 804 тысячи сомов. Где остальные 20 миллионов 717 тысяч – неизвестно. По всей видимости, 2018 год у дорожников Бишкека был плодотворным. В тот год мэрия выделила 181 миллион 145 тысяч сомов на ремонт 8 улиц. С тех пор прошло немало времени, но есть отчеты только за 77 миллионов 555 тысяч сомов. Выходит, 103 миллиона 589 тысяч сомов пропали. С каждым годом увеличивался объем работ. Также росли и суммы средств, ушедших в непонятном направлении. В 2019 году на капитальный ремонт 25 улиц было выделено 330 миллионов 630 тысяч сомов. Из них 117 миллионов 230 тысяч пошли по назначению. Но куда делись остальные 213 миллионов 400 тысяч сомов – неизвестно. В 2020 году на дорожные работы выделено 279 миллионов сомов. Судя по официальным документам, 61 миллион 819 тысяч сомов, израсходованные по назначению. Оставшиеся 217 миллионов 389 тысяч бесследно пропали. Мы не стали добавлять в расследование выделенные в 2021 году средства. Муниципальное предприятие «Бишкек Асфальтсервис», которое не может отчитаться, куда делись 934 миллиона сомов с прошлых лет, обещает выполнить все запланированные на этот год работы. Представители мэрии нажили миллионное состояние и на ремонте дорог в жилмассиве «Красный строитель». В 2017 году на ремонт улиц Бельская, Нурек, Срачелек, Бухара и на Манган из городского бюджета было выделено 72 миллиона сомов. Обязательство по строительству дорог взяло на себя муниципальное предприятие «Бишкек Асфальтсервис». Они перепрыгивали с места на место. Если здесь 20 метров асфальта уложили, то там на 40-50 метрах асфальт отсутствует. Далее 30 метров асфальта, а потом его нет. Здесь видно, что недоделано. Есть еще улица Срачелек. Там не проложен второй слой асфальта. С мэрии приезжают МТУ, квартальные. Они говорят, что должны были завершить работы. Прошло уже три года. Кроме того, на пересечении улиц должны были дополнительно вдоль улиц 5 или 15 метров заасфальтировать. Но это тоже не сделано. Алмаз Азылов один из первых, кто открыто выражал мнение, когда начались дорожные работы. Так как, по его словам, уже тогда было ясно, что дороги строят некачественно. На улице Бельская тротвары недоделаны. На улице Сары-Черек нет второго слоя асфальта. По двум сторонам дороги отсутствует 30-40 сантиметров асфальта. Эти участки превратились в арыки, по которым стекает дождевая вода. Мы уже не верим, что эту дорогу достроят, потому что уже три года прошло. Вдобавок мы слышали, что ответственный за дорожные работы был задержан, а потом отпущен по амнистии. Теперь кто достроит? Каждый раз обещают, а денег-то нет. Выделенные средства уже закончились. Теперь уже не достроят. На ремонт пяти улиц в Красном Строителе выделено 72 миллиона 55 тысяч сомов. Бешкек асфальт-сервис сочетался по 62 миллионам 997 тысячам. Разница составила 9 миллионов 57 тысяч. Где остаток? Отучились три гражданина. Россиянин, казахстанец и кыргызстанец. Через пять лет они встретились и сходили друг к другу в гости. У русского дом и машина. Он говорит, что заработал это, сэкономив на одном-двух сантиметрах на краях дороги. В гостях у казаха увидели, что у него богатства вдвое больше. Дом двухэтажный. Рассказал, что заработал, построив дороги на один сантиметр тоньше. Приезжают к кыргызу, а у него дом в пять этажей. Крутая машина. Он признается, что все это за счет дорог. У него спрашивают, где эта дорога. Он указывает на нее. Те отвечают, там же ничего нет. Ну вот, говорит кыргыз. Анекдот, рассказанный талантом Судакбаева, можно сказать, взят из жизни. А как иначе объяснить историю с улицы Купянской? Приходили сюда несколько раз, мерили. Сказали, что будут строить дорогу. Потом взяли и пропали. С тех пор два года прошло. Мерили в 2019 году. По планам мэрии, местные жители должны были начать пользоваться новой дорогой уже в 2019 году. На эти цели выделили 11 миллионов 480 тысяч сомов. Асфальт нужно было уложить от улицы Султана Абрумбая до улицы Гагарина. Но дорогу не построили. В теплое время года тут пыль стоит столбом. А в дождливую погоду дорога буквально растекается, образуя непроходимую грязевую массу. Дорога у нас неровная, очень плохая. Перед президентскими выборами обещали ремонт дорог, перед парламентскими тоже. А в итоге все остается, как было. Президентский выбор, депутатский выбор, обещать эти тысячи. За строительство и ремонт дорог в Бишкеке отвечает муниципальное предприятие «Бишкек Асфальт Сервис». У сотрудников предприятия нет информации о недостроенных дорогах. Или же они просто не хотят ей делиться. В этом году в Бишкеке есть «Бишкек Акча Бөлінгон». В этом году в Бишкеке есть «Бишкек Асфальт Сервис». В октябре на сайте мэрии Бишкека была опубликована информация о дебиторской задолженности муниципальных предприятий. Общая сумма – 1,3 миллиарда сомов. Большая часть из них приходится на предприятие «Бишкек Асфальт Сервис». Однако мэрия так и не разъяснила, сколько в Бишкеке начатых, но недостроенных дорог и будут ли они завершены. Мы сейчас выполняем план только на 2021 год. За счет этих средств мы не сможем достроить дороги, начатые в 2017 или 2018 годах. Поскольку средства выделены лишь на этот год, мы их не можем направить на другой. В распиле бюджета города участвуют не только муниципальные, но и частные предприятия. В Бишкеке есть немало дорог, тендеры на строительство которых были проведены еще в 2017-2018 годах, но так и не отремонтированных до сих пор. За последние года в микрорайоне Джал активно ввелись дорожные работы. Но и здесь не обошлось без присвоения миллионов сомов. На асфальтирование улицы Курчатова в 2017 году тендер выиграла компания «Гранд Старт». Компания получила от муниципалитета 15 миллионов 444 тысячи сомов. «Гранд Старт» заасфальтировала отрезок улицы Курчатова до Ахунбаева, но оставила участок в 300 метров. Сейчас у этой компании имеется задолженность в размере 3 миллионов 838 тысяч сомов. Летом сейчас, тем более у нас осень сухая, пыль. Машины едут туда, а с Джала сюда. Если люди открывают окна, им это все попадает в квартиры. По данным на сайте Министерства юстиции, компания «Гранд Старт» зарегистрирована на имя Гульнары Кулмашевой. Директором значится Тазабеков Улан Касымбекович. Их по юридическому адресу нам не удалось найти. На базе предприятия мы встретили лишь рядовых сотрудников. По их словам, «Гранд Старт» не смогла завершить ремонт в дороге. Присаживая, утром, утром, утром. Но Господь пришел возлее ссор. Но вы думаете, что Серафимич MAY 3 лет ссоре сшат. Мы начнём. Тогда мы обладали. Мы начнём. И это всё было того, как радует. Когда ты нашёл антарсит, мы нашёл сегодня нужно. Мы пришли, не нашёл на nuestro чёт. А так давно сделали. Надо свою работу. Что-то было такое. Самое интересное в том, что на вопрос о ремонте улицы Курчатова нам не ответили и в Бишкек-асфальт-сервисе. Во всем Бишкеке не нашлось человека, который бы ответил на вопросы об исчезновении 3 миллионов 838 тысяч сомов. Местная компания Крыгас-Курлуж тоже не завершила работы, которые начала еще 4 года назад. Она выиграла тендер на реконструкции улицы Миссароша до улицы Фучика еще в 2017 году, но к 2021 году задолжала мэрии 5 миллионов 476 тысяч сомов. Человек, представившийся главой компании, отказался говорить на камеру, но рассказал подробности по телефону. Бишкек, размягался и на мэрии 15 миллион. Максимум Лебиев очень много. Бишкек на мэрии! Бишкек, размягался к ним и в теме, а так как он проделал тендеры? А что ты проделал тендер по телефону? Нет, а что ты проделал тендеры? Нет. Как ты проделал тендеры? Нет. Улица Орхон позволила бы жителям жилмассива НСА объезжать Бишкек быстрее, но дорогу там так и не построили, хотя работы должны были начаться в 2017 году. В том году предприятие Бишкек Асфальт Сервис объявило тендер на строительство дороги протяженностью 1,8 километра, которой выиграла компания Чу Прокси. Цена вопроса – 15 миллионов сомов. Требование – завершить строительство дороги уже в 2017 году. Компания указала, что потратила 2 миллиона 760 тысяч сомов на гравий в подготовку к асфальтированию. Остальные работы на суммы 12 миллионов 265 тысяч сомов не выполнены. Компания каждый год делает вид, что работает на участке. Появляются, разгружают щебень в 3-4 местах, через месяц ровняют его, а затем пропадают на 3-4 месяца. Снова приезжают и разгружают щебень. Вот здесь уже ямы появились. Смотрите, сейчас проезжает маршрутка, а за ней облако пыли. А у детей уже аллергия началась. Компанией Чу Прокси владеет некий Эрлан Дженешбеков. Директором предприятия по документам является Мирбек Кадырбеков. Юридический адрес, номер телефона на сайте Минюста указан неверно. Офис Чу Прокси находится в новом доме на улице Суимбаева. Мы посещали его 3-4 дня, но внутрь попасть не смогли. В итоге нам удалось встретиться с руководителем компании Чу Прокси, но он не согласился рассказать свою версию на камеру. Съемки на улице Орхон мы начали 22 октября и сразу же обратились к представителям компании Чу Прокси. Прошло 2 дня и в НСА и привезли спецтехнику, дорожные работы начались. Компания обещает достроить дорогу в ближайшее время, но местные жители ей не верят. За 4 года таких обещаний они уже наслушались. Это место не будет доделано. Наверное, уложат тонкий слой асфальта. Оказывается, Крыс не может без распила. Если же Чу Прокси достроит дорогу и ее примет мэрия, задолженность Бишкек асфальтсервиса на сумму 934 миллионов заметно сократится. В целом процесс такой. Мэрия принимает план по ремонту улиц, на его основании выделяются деньги. Это надо завершить в течение года. Если к этому времени достроить не успеют, они не должны браться. Или должны вернуть. А то, что такие процессы продолжаются по 5 лет, это и для меня загадка. Здесь может быть наличие коррупционных элементов. Новый глава Бишкек асфальтсервиса Талхан Цултубаев утверждает, что долги уменьшатся. Для этого нужно завершить долгострой. В то же время он не может обещать полного погашения всех долгов. Я собираю документы, анализирую документы, анализирую документы. Я собираю документы, анализирую, только по результатам проверок я могу что-либо сказать. Я не могу физически выехать на все эти места. Мы будем выяснять комиссионно, где, что сделано, а что нет. Тендеры на строительство и ремонт дорог были проведены в период, когда должность мэра занимал Албек Ибраимов, а затем Азиз Сурахматов. Один из них в бегах, а другой выплатил ущерб государству в размере 150 миллионов сомов. А руководил Бишкек асфальтсервисом до 2018 года Мирлана Монтуров. О нем радио Азатых провело отдельное расследование, показав его богатство. Его подозревали в том, что он передавал многомиллионные проекты своим же компаниям. Его освободили после возмещения ущерба на сумму 25 миллионов сомов. Амонтуров утверждает, что не имеет отношения к долгам Бишкек асфальтсервиса. Ранее я сам все проверял, сотрудничал с акимиятами, контролировал. Так как это муниципиальное предприятие, то каждый новый руководитель должен продолжить работу. От прошлого никто не избавится. Там ведь и бухгалтер, и охранник – это наемные работники. Если бы оставили меня до нынешних дней, я бы все завершил. Меня повысили до вице-мера. Оттуда я ушел. Здесь должны отвечать мэры, вице-мэры, ответственные за бюджет, глава муниципального предприятия и его бухгалтер. Они должны понести уголовное наказание, а не отделаться предупреждением. Редакция «Азатыка» будет и дальше следить за развитием ситуации. Вокруг 934 миллионов, выделенных на строительство дорог. Но так и не направленных по назначению. На эти 934 миллиона суммов можно было построить 6 школ по 700 мест, или 23 детских садика, либо 10 больниц, смещающих по 70 человек. На 900 миллионов можно купить 150 автобусов для города, или 180 карет скорой помощи. Или же эти деньги могли бы покрыть расходы на проведение двух парламентских выборов.